Дорогие братья и сёстры, сегодня я хотел вместе с вами поговорить на одну тему, которую я так назвал. Чего Бог не помнит? Вы знаете, наш Бог, Он всемогущий, наш Бог – Творец и Создатель человечества и всей Вселенной. И вдруг чего-то Бог может не помнить. Нет, оказывается, что есть, чего Бог не помнит. Посланник Евреям, 10 главе, там описывается, когда в Ветхом Завете человек делал какое-то преступление и делал какой-то грех, то нужно было приносить жертву для того, чтобы искупиться от греха. И так делалось каждый год. Написаны такие слова. Посланник Евреям, 10 глава, 3 стих. Я не буду всё читать, только 3. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Это делалось для того, чтобы люди понимали, что был совершён грех. И вот каждый год напоминалось. И Бог, видя это, не совсем Ему было это приятно напоминать о грехах. И Он посылает Иисуса Христа, который становится жертвой, который стал на жертвенник, на Голгофу, и умер за каждого человека, чтобы один раз принести эту жертву. И человек, который просит у Бога прощения, то об этом грехе уже Бог не вспоминает. Мы читаем дальше. В этой же главе написано так. 16 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их, напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за грех». Я не вспомяну более. Братья и сестры, как это приятно слышать, когда Бог, Он не вспоминает те грехи, которые мы с вами когда-то совершили и попросили у Него прощения. Но Бог помнит все грехи. Человек, который не исправил, человек, который не попросил за них прощения, этот грех остается на человеке. И это все Бог помнит. Но легко это сделать путем прощения и освобождения. Вы знаете, мы люди способны помнить, когда нам что-то делали плохое. Я думаю, зачастую мы помним плохое, когда начинаем вспоминать. Мы хорошо вспоминаем, когда касается нас, когда мы что-то доброе сделали. Мы об этом хорошо рассказываем, красиво говорим, что «как я доброе сделал». А когда к нам кто-то плохо отнесся, сделал нам что-то плохое, мы тоже это помним. Хотя человек попросил прощения. Однажды в одной семье, это рассказывает брат-служитель, он пришел туда, и там были какие-то трудности семейные между мужем и женой. И он, когда стал выяснять, и вот жена говорит, «А ты помнишь, вот что-то ты мне сказал?» Он говорит, «Я попросил у тебя прощения». Потом он говорит, «А помнишь ты?» Она говорит, «Я у тебя попросил прощения». И вы знаете, и вот они один перед другим начинают вспоминать все, что было уже давно, за что было попрощено прощение. Братья и сестры, вот так мы с вами сегодня способны помнить того, чего мы не должны помнить. Если это Бог забывает, то почему мы об этом помним? Некоторые библейские примеры приведу. Вы помните, когда Иисуса Христа уже предали для того, чтобы Его распить. И когда Его привели в суд, в Синедрион, и Петр, он тоже находился там во дворе. И когда к нему подходили и стали говорить, «Ты являешься учеником Иисуса», он говорил, «Я не знаю его кто». И так было трижды. И написано, он отрекся. И в этот момент, когда он встретился с взглядом Иисуса Христа, он вспомнил, что он говорил. И горько заплакал. Он понял, что он неправильно поступил. Братья и сестры, Христос ему простил. И посмотрите, дальнейшую жизнь Петра. Он сказал такие слова, «Ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою». Петр, каким ты был человеком? В самый трудный момент ты оставил меня. Ты отрекся, сказал, что я не знаю кто это. Но когда человек просит прощения, Христос, он забывает и не помнит об этом. И посмотрите, дальнейшую жизнь, когда после воскресения он приходит и видит Петра и говорит, «Петр, паси овец моих». А мог бы сказать, «Эх, Петр, а ты помнишь, что ты со мной поступил? Как ты отрекся от меня? Какой ты негодный человек?» Нет, Христос, он не вспоминает этого. Потому что этот вопрос он уже закрыт. Попросил прощения. И Христос не вспоминает. Следующий библейский пример. Саввл, в котором написано, что он терзал церковь Божию, он гнал церковь Божию, он брал людей, приходил для того, чтобы их сажать в тюрьмы и предавать их суду. И когда Бог остановил его, Саввл говорит, «Что повелишь мне делать?» И после этого его жизнь изменилась. Он попросил у Бога прощения. И написано, что он теперь молится, он стал другим. И как мы видим, сколько он посланий написал, сколько Бог делал через него чудес. И Христос, он не стал вспоминать и говорит, «Эх, Саввл, ты же гнал меня, ты гнал церковь Божию, ты негодный человек». Нет, совершенно все меняется. Когда мы читаем в пророке Михея написано, что он прощает грехи и беззакония и бросает за хребет. Он бросает в другом месте, написано, в пучину морскую. Это значит, уже невозможно обратно оттуда найти этот грех, который он туда выбросил. Братья и сестры, а мы с вами порой бываем, помним, что кто-то нам плохое сделал, хотя подходил и просил, и этот вопрос был разрешен, а мы помним и говорим, что «А ты помнишь, как ты мне это сделал плохо?» Братья и сестры, как это печально, когда в нашей жизни эти моменты происходят, но мы должны это забывать, потому что Бог помнит нас, Бог не забывает человечество, несмотря на то, что сколько преступлений он делает, и написано в Псалме такие слова, что есть человек, что ты помнишь его. Кто этот человек? Это Божье создание, которое восставило против Бога, которое восставали против Бога. И Бог, Он все равно помнит человека. Он делает все возможное, чтобы человек пришел к Богу и вернулся. Когда мы читаем книги «Бытие» в 42 главе, мы знаем эту хорошую библейскую историю, это Иосиф и братья его. Они, написано, не любили, они его ненавидели и хотели даже его убить. И в какой-то момент они продали его. Прошли долгие годы, и вот наступил голод, и они приходят в Египет для того, чтобы купить хлеба. Они не узнали, что перед ними стоит их брат Иосиф. А он их узнал. Он все вспомнил, сколько они ему делали зла. Он это все вспомнил. И у него была возможность, он занимал большое положение, была возможность, чтобы их посадить в тюрьму, была возможность еще что-то с ними сделать, но он этого не стал делать. Почему? Потому что он Бога боялся. Он не хотел об этом вспоминать, он хотел сделать им доброе, хорошее, и он впоследствии так и сделал. Друзья, дорогие, как это было ему тяжело, как этому было ему нелегко идти на этот шаг, но потому что он боялся Бога, он простил им. И еще в очередной раз он когда встретился, и написано, что он уже не мог на них смотреть. Он зашел в комнату и плакал, потому что он увидел братья своих. И он им все простил. Братья и сестры, как хорошо, когда мы имеем такое сердце, когда можем прощать. А кто-то говорит, да он меня такое сделал, что простить это невозможно. Невозможно. Если мы не прощаем, значит этот грех, он у Бога записан, он не стерт. Единственный выход из этого состояния это только прощение. Тогда Бог забывает. Вы знаете, еще библейский пример, когда Бог говорит Ионии. Вот мы же сейчас явно не слышим голоса Божия. Он говорит через нашу совесть, Духом Святым, мы как-то внутренне это понимаем, но здесь он услышал голос, который говорит, что пойди в Неневию и проповедуй. Я вот когда читаю и размышляю, думаю, ну, разве сложное задание было дано Ионе? Просто идешь в город и говоришь, еще 40 дней и город будет разрушен. Нужно было им покаяться. Все. Не нужно было ему там трудиться как-то физически, что-то делать, но Ионе он решил убежать от Бога. И мы знаем эту историю, когда он там купил билет на корабль, началась буря, и его выбросили, о чем мы сегодня уже слышали. И вот посмотрите, после того, когда он оказался обратно на суше, Бог говорит ему, иди и проповедуй. Он не стал говорить ему, Иона, ты такой негодный человек, ты же слышал, это я тебе говорил, это даже не человек говорил, сам Бог тебе говорил, чтобы ты шел проповедовал, он ему не припоминает этого, потому что Иона, находясь в очреве кита, он просил у Бога прощения, и Бог простил, и он все это там и оставил. Братья и сестры, в нашей жизни мы должны понимать, что мы не должны помнить то, чего не должно быть. Вы знаете, я вот вспоминаю, это уже было давно, как-то я ехал на машине, машина не моя была, церковная, и это воскресенье было утром, и с поворота так выезжая, плавный поворот был, стоят сотрудники полиции и останавливают меня. Нарушений никаких не было, вот, и он ходит, и вот как-то вот начинает говорить, что, ну, как бы вот что-то бы ты дал бы мне, я говорю, машина не моя, и денег у меня нету, тем более, за что я должен надавать, я, нарушений же нету, вот, а знаете, вот где обдув идет, ну, обогрева, там вот ставлено было, ну, 10 рублей, вот так ставили, и он говорит, а я вижу, что у тебя что-то есть там, знаете, я ему достаю эти 10 рублей, даю, нет, нет, так не пойдет, ну, ладно, вот таким недовольным езжай, вы знаете, прошло месяца три, опять я еду в воскресенье, и опять я попадаюсь к нему, и он останавливает меня, я-то не особо как бы вникал, а он говорит, а ты помнишь, как ты мне не заплатил, я говорю, да, теперь я вспомнил, так не за что платить, братья и сестры, вот люди сегодня так живут, когда они начинают помнить, что им что-то не сделали, что-то плохое, братья и сестры, но мы с вами дети Божии, мы должны помнить только хорошее, потому что так хочет наш Господь, написано так, что помни Господа Иисуса Христа, мы порой в наши суеты этой жизни начинаем забывать нашего Господа, вот как-то я слышал вот сегодня в связи с этими всеми событиями люди, которые жили хорошо и не думали, что может вот сегодня произойти такое, когда может происходить убийство, когда может происходить разрушение, им говорить, когда я жил, я думал, вот мои руки, вот мой бизнес, как у меня все хорошо получается, я не думал о Боге, я не вспоминал о Нем, мне было все хорошо, а когда я лишился всего, тогда я начинаю вспоминать о Боге, а для чего доводить себя до такого состояния, что Бог через такие сложные обстоятельства начинал к нам говорить, Бог этого не хочет, Он хочет нам по-другому с нами разговаривать, не в таких условиях, но когда нам хорошо, мы иногда думаем, что вот те наши беззакония, или преступления, и грехи, которые в нашей жизни были, и мы не попросили за них прощения, они как-то со временем забудутся. Друзья, дорогие, это не так. Ни один грех, ни одно преступление, которое человек сделал и не попросил прощения, они просто так не оставят нас. Знаете, вот как-то мне пришло смс-ка такая, возможно, кому-то приходило, и там написано так, я сам удивился, как они все знают, написано, Иосиф Иванович, вы можете посмотреть, где вы побывали в этом месяце? Ну, вот интерес, я нажимаю на кнопочку, открывается карта, и на карте нарисованы все вот такие линии, где я был, и когда начинаю его увеличивать, а там показывается, в каких я городах был, в каких я магазинах был, сколько я проехал, сколько часов ехал, все подробности там описаны, друзья, дорогие, и это не только за месяц, а там написано, можно посмотреть, за год, и за все время, пока у меня находится телефон, все там написано, мы иногда думаем, что никто ничего не знает, оказывается, все это сегодня есть, и мы никуда не скроемся, просто просто удивительно, что я уже не помню, это может быть лет пять назад был, мы были в Санкт-Петербурге, там где-то мы были, фотографировались, и эти фотографии даже там нашлись, что в такое-то время я был в таком-то месте, и есть фотография, братья и сестры, это сегодня электронная система, так хранить, и у Бога тоже написано, пишется памятная книга, но этот вопрос легко решить, очень легко решить вопрос, мы бываем в нашей жизни, иногда совершаем ну не преступление, а нарушение, и вот приходят нам письма так называемые счастья, и вот эти письма у нас откладываются, там нужно заплатить штраф, приходят письма, что мы должны налог заплатить, а кто-то на это не обращает внимания, и вот один человек рассказывает, говорит, мне приходили письма, да ладно, не буду я оплачивать, не хочу платить я, и он собрался за границу ехать, чемоданы собрал, купил билет, дорогую путевку, и вот он стоит на таможне, или где там проверяют, его в компьютер базе данных вносят, а там черным или красным написано, этот человек не выездной, потому что он не заплатил за нарушение, и он пытается, нет, мы ничего сделать не можем, а ведь была такая возможность, чтобы все то, что прислали, все нарушения, оплатить это, и спокойно можно было проехать, но он этого не сделал, братья и сестры, может в жизни каждого человека такое произойти, если мы будем относиться вот так вот небрежно к своим нарушениям, к своим грехам, мы должны от этого избавляться для того, чтобы в нашей жизни этого не было. Давид пишет в Псалме 24, 7 стих, написано так, грехов юности моей не вспоминай. У Давида жизнь была нелегкая, но в то же время он был великий человек, и да, где-то он совершал преступление, где-то он падал, но дальше написано в 11 стихе написано, что прости, сокрушался он, он просил о прощении и говорит о том, что прости меня, Господи, чтобы ты не вспоминал мои преступления, которые совершил. И, конечно же, Бог прощает. Он не вспоминает эти преступления. Братья и сестры, как хорошо, что в нашей жизни есть великий Бог. У нас есть возможность такая, когда мы можем попросить прощения у нашего Господа для того, чтобы этого в нашей жизни не оставалось. Потому что наступит тот момент, когда этого делать невозможно. Написано, всем нам предстоит явиться пред судилище Христова. Каждый человек. И вы знаете, мы сейчас, может быть, и не вспоминаем, а может быть, кто-то и вспоминает, но наступит тот момент, когда мы вспомним обо всем, что мы делали здесь, на этой земле. Евангелие от Луки в 16 главе описывается история о богаче и Лазаре. Человек богатый, который жил, и написано, что он пиршествовал каждый день. Он не думал о Боге, у него все в жизни было хорошо и прекрасно жилось ему. Но был Лазарь, который, написано, он питался, крошки, которые падали с царского стола. И вот заканчивается их жизнь и богача, и Лазаря. И вот написано так, что богач, будучи в аду, мучаясь, он увидел Авраама и взывает к нему, что пойди, скажи братьям моим, чтоб они не попали сюда. И написано так, ты вспомни, что ты делал. Ты уже получил свое на земле. Почему? Может быть, богач думает, что это никто не вспомнит? Нет. И если ты это не исправил, если ты не попросил прощения, то это все тебе обязательно Бог напомнит. Братья и сестры, мы вначале прочитали, что Христос, Он не вспоминает наше беззаконие, наши преступления, наши грехи, после того, как мы попросили прощения, потому что уже не нужно еще раз. И я точно знаю, что если я сделал, образно говоря, вчера какой-то грех и попросил за него прощения, его уже нету. А сегодня опять что-то я сделал, то Бог уже не вспоминает то, как мы бываем способны годами помнить какие-то грехи, за которых кто-то у нас попросил прощения. Братья и сестры, вот бывают в жизни такие ситуации, когда говоришь с каким-то человеком пойти, поехать или что-то сделать, но он говорит, нет, с этим человеком я не буду. Почему? А он мне столько сделал зла. Братья и сестры, Саввл, он тоже сделал очень много зла. И я точно знаю, что с тем людям, которым он делал зла, а впоследствии, я думаю, что они вместе совершали служение, и люди уже не говорили, как этот человек может вместе с нами быть. Нет, потому что его жизнь изменилась. Если мы прощаем, то это прекрасно. Братья и сестры, в книге Откровения написано во второй главе, пятой стихе написано так. Вспомни, откуда ты не спал. То есть вспомни тот день, когда ты был на этой высоте, духовной высоте, когда ты имел возрождение, когда ты был прекрасным верующим человеком, но сделал какое-то преступление, ты грех, ты упал. Но есть эта возможность поправить себя, ты вспомни, где это было, когда ты упал, когда ты перестал любить Бога, когда ты перестал любить братьев и сестер, когда ты перестал любить тех, кто тебе сделал зла. Вспомни этот момент. Если мы не будем об этом вспоминать и исправляться, то, как я сказал, что наступит тот день, когда Бог, Он обязательно напомнит. Но мы уже ничего не сможем сделать, как сказано было богачу, что между нами великая пропасть, и мы ничего уже не сможем сделать. Невозможно перейти из ада в рай. Да, к сожалению, сегодня людей обманывают. Говорят, ты живи жизнью обычной, греши, как хочешь, но когда жизнь твоя закончится, заплати, тебе отпоют, и прекрасное место в раю тебе уготовано. Вот так сегодня обманывают. Нет, так не будет, потому что никто не может попросить прощения за другого человека. Мы можем только простить и сами за себя просить прощения. Братья и сестры, хорошо, когда мы в нашей жизни каждый месяц вспоминаем на заповеди Господней и написано «Сие творите мое воспоминание». Очень печально, когда мы вспоминаем о нашем Господе только один раз в месяц на вечерю. А мы должны это помнить всегда, потому что Бог у нас не забывает, как мы читали в Псалме, что есть человек, что ты помнишь. Бог помнит каждого человека, хороший ты или плохой. Он все равно всех помнит. Но мы должны помнить нашего Господа каждый день. Встали и вспомнили Господи, что я могу сегодня сделать для Тебя. Прочитать Слово Господне, которое питает меня, помолиться, сделать дело доброе. Мы должны об этом помнить. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. И мне хотелось бы, чтобы мы могли поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа, который сделал великий подвиг. Он стал сам на этот жертвенник, он стал сам жертвой. И теперь нам не нужно приносить какие-то жертвы. Иисус Христос однажды это сделал на кресте. И человек, который приходит к нему с покаянием и просит прощения у человека, все это очищается. И у него начинается новая страница в жизни, чистая и белая. Да помог бы нам Господь, чтобы мы могли помнить нашего Господа. А если сегодня кто-то вспоминает какие-то свои преступления, грехи, а может кому-то не просил, то есть сегодня это возможность прийти к Богу с покаянием и Бог освободит сердце и будете всегда с Ним. Слава Ему за все. Аминь.